В садоводстве Боды Павловского парка уже вовсю идут весенние работы. Я знаю, что в теплице труженицы, прекрасные феи, преображают виолы, петуни, которые обязательно будут радовать цветением гостей музея-заповедника в уже приближающийся теплый сезон. У нас есть возможность оказаться там. И сказать доброе утро, Павловск. Доброе утро, Петербург. В садоводстве Боды в Павловском парке готовятся к весенне-летнему сезону. Совсем скоро здесь все заблагоухает, зацветут вишни, яблони. Сейчас специалисты как раз приводят в порядок плодовые деревья, чтобы в будущем они дали хороший урожай. Обо всем подробнее сегодня поговорим с Надеждой Шибаковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про обрезку. Ну да, действительно, сейчас уже у нас этот этап Роды подходит почти к концу, потому что март – это идеальное время для обрезки плодовых растений. Почему? Потому что в апреле уже может начаться сокодвижение, и если будут незаживающие ранки, то яблонька может погибнуть. Поэтому мы выбрали самое идеальное время. Мы проводим формовочную обрезку молодых деревьев, а также омолаживающую обрезку возрастных уже деревьев. Вот эта яблонька, она достаточно неплохо сформирована. Ей четвертый год, но здесь мы удалили ветку конкурент, чтобы была ветка лидер одна. Также немножко направили в крону, чтобы она была более правильной формы, потому что в будущем именно при такой кроне будет больший урожай, крупнее плоды и даже вкуснее. А что уже проклюнулось из земли, что на грядках? Многолетние пряные, лекарственные перезимовали неплохо в целом. Вот уже валерьянка просыпается для муси. Ой, да, посмотрите, как здорово тоже перезимовал ревень. Просто так он сейчас так даже красиво смотрится, декоративно. Давайте переместимся в теплицы. Здесь как раз выращивают рассаду. И я так понимаю, сейчас в самом разгаре процесс пикировки. Для чего она нужна? Пикировка нужна для того, чтобы сеянцы, которые выращены в таких, может быть, кассетах с маленькими ячейками, получили большую площадь питания, и чтобы они выросли крепкими, здоровыми и в будущем еще закаленными. Скоро начнется сезон виолы, питонии, которые появятся на клумбах. Виолы и двулетников больше 37 тысяч в этом году будет высажено в цветники парка. А летников, это уже второй оборот, более 75 тысяч. У нас основная масса виолы уже вынесена в неотапливаемую теплицу на закаливание. И вот скоро пойдет на закаливание вот этот сорт, это пеннивайт, рогатая виола. Видите, она уже практически начинает формировать бутончики. На грядках вместе с цветочными культурами выращивают и овощные. Какие овощи в этом году появятся? Вы видите, это вот артишок. Он, это историческое растение, он довольно сложный в агротехнике. Для него уже с осени в огороде была сделана теплая грядка. И сейчас вот мы его сделаем из такой мелкой ячейки, делаем перевалку вот в такие горшочки, чтобы он тоже окреп, прижился. И вот где-то в начале июня мы будем его высаживать. Спасибо вам большое. В теплицах в том числе расцвели вот такие шикарные нарциссы и калы. Их используют еще и для украшения интерьеров Павловского дворца. И только посмотрите, какая это нежная, хрупкая красота.